Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 февраля, предпразднство Сретения Господня, Православная Церковь совершает память священномученика Николая Мезенцева Пресвитера. Священномученик Николай родился 8 сентября 1863 года в селе Красная Слободка Трубчевского уезда Орловской губернии в семье псаломщика Дмитрия Мезенцева. Николай рано потерял родителей. Мать умерла, когда ему было пять лет, а отец, когда ему исполнилось, двенадцать. Как круглый сирота, имевший родителей из церковного клира, духовное образование он получил за казенный счет, а затем был назначен преподавателем в Таврическую духовную семинарию. Епископ Таврический и Симферопольский Мартиниан Муратовский рукоположил Николая Дмитриевича во священника и назначил духовником семинария. В 1903 году отец Николай был переведен в храм Рождества Богородицы при больнице Тараново-Белозерова в Симферополе и назначен законоучителем женской гимназии. Впоследствии он был возведен в Сан-Протерие. В Симферополе отец Николай встретил революцию и захват власти безбожниками и большевиками, правление генерала Аврангеля, последние бои между белыми и красными и уход добровольческой армии из Крыма. Один из сыновей священника был офицером армии генерала Аврангеля, но после эвакуации войск он остался с группой офицеров в Симферополе. Отец Николай помог им спрятаться у духовной дочери, укрывшей их на чердаке своего дома. После ухода белой армии начались массовые аресты оставшихся в Крыму офицеров и бессудные расправы над ними. Пребывание в Симферополе белых офицеров становилось небезопасным не только для них, но и для тех, кто давал им приют, и они решили пробираться в Севастополь к морю. Отец Николай их благословил, и они попрощались навсегда. Вскоре по прибытию в Севастополь все они были арестованы и расстреляны. В марте 1922 года повсеместно по всей России началось изъятие церковных ценностей из храмов. Во многих случаях оно проходило при столкновении членов советских комиссий с церковными людьми. Не именовало это и храм Рождества Богородицы. Во время изъятия одна из женщин ударила в набат, храм быстро наполнился народом, но это не помешало комиссии довершить изъятие. Священник, псаломщик и женщина, звонившая в колокол, были арестованы. С 5 ноября по 1 декабря 1922 года в Симферополе был организован открытый судебный процесс, на котором в качестве подсудимых оказались архиепископ Таврический и Симферопольский Никодим Кротков и почти все духовенство епархии. Среди других был привлечен к ответственности и отец Николай Мезенцев. Будучи допрошен, он виновным себя не признал. Протерей Николай был приговорен к трем годам заключения и отправлен в тюрьму в Нижний Новгород. Через девять месяцев все осужденные по этому делу были досрочно освобождены. Вернувшись в Симферополь, отец Николай стал служить в Петропавловском соборе. Вскоре Петропавловский собор захватили обновленцы, и он перешел служить в Свято-Троицкий греческий храм в Симферополе. В 1933 году протерей Николай был арестован по обвинению в том, что будто бы утаил ценности, принадлежавшие Петропавловскому собору. Несколько месяцев священник провел в тюрьме под следствием и, в конце концов, был приговорен к штрафу. В это время Свято-Троицкий храм был закрыт, прихожане начали хлопотать о его открытии, а поскольку среди них было много греческих подданных, то они обратились в греческую миссию в Москве, в чем им деятельно помог отец Николай, составляя прошение в официальное учреждение и советуя, как в тех или иных случаях поступить. Власти в этот раз уступили, дали разрешение на открытие храма, и в 1934 году Свято-Троицкий храм вновь был открыт. Настоятелем его был поставлен священник грек, которому было тогда 85 лет, и хотя он еще мог совершать литургию, но по немощи с церковного двора уже никуда не выходил. Протерей Николай был назначен помощником престарелому священнику, он исполнял требы, служил, читал и пел на клиросе. 15 декабря 1937 года Протерей Николай был арестован по обвинению в сокрытии церковных ценностей, в том, что сын его был белым офицером, и он помогал ему скрываться, а также в том, что активно помогал греческой общине в ее хлопотах по открытию храма, и тем самым возбуждал население против советской власти. И, будучи в курсе деятельности контрреволюционной греческой националистической организации, скрывал это от советской власти. Отец Николай не признал себя виновным в контрреволюционной деятельности. Были вызваны два лжесвидетеля, один был сокамерником священника, а другой членом церковной двадцатки. Они подписали протоколы с показаниями, необходимыми для осуждения священника. 14 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила протерей Николая к расстрелу, и он был расстрелян. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученика Трифона Апамийского, мученицы Перпетуи, мучеников Сатира, Реваката, Сатарнила, Секунда и мученицы Фелицитаты. Преподобного Петра Галатийского Молчальника, Преподобного Виндемиана Пустынника Вифинийского. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok